Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Уже явно чувствуется бессилие Америки с введением санкций. Теперь она перекинулась на другие страны, которые, по ее мнению, помогают нам обходить эти самые санкции. Одним из первых попал Китай. Американские финансисты довольно точно просчитали уязвимые места китайских банкиров и торговых организаций и накинули на самые крупные организации, которые сотрудничали с российскими компаниями и начали заявлять о вторичной санкционной петле. Пришлось китайцам отчасти затормозить межгосударственные платежи, чтобы не получить ограничения в своих финансовых операциях с Западом, где у них до 90% объемов проводок, а бизнесмены нажали на тормоз по некоторым поставкам своих товаров. Но останавливаться в поисках выхода из этой ситуации никто и не собирался. Финансовая и экономическая борьба на сегодня становится основным как в российско-западных отношениях, так и в отношениях Китая с западными недрузьями. Обе страны ищут различные варианты обхода санкций и ведения нормальных, поступательно развивающихся торговых связей. Санкции США привела к тому, что китайские экспортеры просели со своими поставками в Россию за первые 4 месяца 2024 года на 1,9%. Именно такие сведения давало главное таможенное управление Китай. Российская сторона менее подвержена страхам санкций и уверенно продолжает грузить и платить. Дочка ВТБ в Китае работает 24,7 не останавливаясь ни на секунду. Объемы у нее просто фантастически растут. Наши экспортеры ставят очередные рекорды и по сравнению с прошлым годом показатели России выросли за 4 первых месяца 2024 года на 10-2%. Ну, ничегошеньки у американцев с нами не получается. В период подготовки к приезду Путина в Пекин проводилась огромная работа по преодолению и обходу западных ограничений для китайского бизнеса. Похоже, что такие варианты были найдены. Первые результаты стали видны уже в мае. В июне их уже трудно спрятать. Смешные рупоры коллективного Запада вновь завопили о том, что теперь и китайский экспорт снова выходит на рекордные рубежи. За июнь экспорт из Китая вырос на 4% и составил почти 870 миллиардов рублей. Bloomberg не без оснований сообщает о том, что подобный рост обусловлен тем, что Россия и Китай снова нашли варианты обхода западных вторичных санкций в отношении крупнейших банков Поднебесной и об этом на встрече окончательно договорились с Земпин и Путин. В мае уже наблюдался небольшой рост китайского экспорта на 1,8%. По итогам встречи механизм заработал в полную силу. Теперь небольшие региональные банки включились в работу и начали принимать юани из России, таким образом выстраивая защиту крупных кредиторов. Своим действиями западные финансисты еще больше ускорят процессы дедоларизации в отношениях России и Китая. На саммитах БРИКС создание бездолларовой зоны торговли обсуждают уже не первый год. Конкретные шаги уже предпринимаются рядом стран. Результаты будут в ближайшее время. Американский вечный долларовый лед начинает трещать под натиском атомного ледокола БРИКС. Минфин и Центральные банки стран-участниц БРИКС к саммиту, который пройдет в Казани, представят новые альтернативные финансовые инструменты. Об этом заявил замглавы МИД России, шерпа Российской Федерации БРИКС Сергей Рябков. «Я уверен, что в Казани Минфины и Центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере», — сообщил заместитель министра.